Он часто ложился ко мне в кровать поздно вечером или рано утром и начинал меня гладить. Мне было около двенадцати. Как-то я зашел в комнату, должен был снять штаны и наклониться над столом. Прямо передо мной на стене висел крест. А потом он перешел к делу. Иначе и нельзя сказать. Во все отверстия, которые только может предложить тело подростка. В начале 60-х Карл Хауке три года был в интернате во власти местного предстоятеля. Эти годы его почти уничтожили. То, что они говорили, было для меня истиной, ведь они служители Бога и действовали по поручению Бога. Это отчасти тоже насилие, которое я испытал. Жестокое насилие над верой в католицизм. Карл Хауке хотел добиться правды. Надежды свои он возлагал на кёльнского архиепископа и кардинала, который возглавил католическую церковь Германии и намеревался разобраться со скандалом последнего десятилетия. Но Райнер Мария Вюльке совершил ошибку. Узнав об обвинениях в адрес знакомого священника, он не стал сразу сообщать о них в Риме. Кроме того, результаты одной из экспертиз, проведенных по делу в его епархии, не были опубликованы. Вместо этого назначили вторую. Тысячи католиков из-за скандала отреклись от церкви. Безусловно, я тоже допустил ошибки и в расследовании случаев с насилием, и в кризисном менеджменте по этим делам. Безусловно, в этом есть моя вина. И я всем сердцем об этом сожалею. Но такого покаяния многим верующим уже недостаточно. Духовница Марианы Арнт служит в одном из самых бедных районов Кёльна и принимает активное участие в реформистском движении «Мария-2.0». Это движение борется с монополией мужчин во власти в церкви и находит отклик как раз в мужских рядах. Руководству церкви нельзя допускать это неограниченное, неэффективное, неконтролируемое злоупотребление властью. Такой подход раздражает. Многие задаются вопросом, да о чем вы вообще говорите, о каких вопросах вообще идет речь, почему меня и мои интересы должен представлять кто-то, кто вообще не говорит о том, что меня тревожит, либо отвечает так, что этого никто не может понять. Зачем мне такие ответы, которые никто в современном мире не понимает? У стен знаменитого Кёльнского собора церковь высмеивают. Карл Хаука тоже больше не может терпеть самодеятельность некоторых церковников. По его словам, многое информация по-прежнему скрывается. И церковь, в конце концов, должна это признать. Да, преступники были и есть в наших собственных рядах. И нет, это отнюдь не единичные случаи, а целая система. И да, мы защищали вовсе не жертв, а преступников. А эксперты считают, слишком долго и слишком много власти в католической церкви было сосредоточено в руках лишь ограниченного числа людей. Это та проблема, которая проявилась и в случаях с сексуальным насилием в церкви. Потому как решения, насколько тяжелы те или иные обвинения, и что с этим делать, так или иначе принимали сами епископы. Чтобы разобраться со скандалами о злоупотреблениях властью в церквях всего мира, Папа Римский в своем обращении к верующим два года назад сообщил об обязательном информировании о случаях сексуального насилия. Но опять же, внутри самой церкви. Что вовсе не означает автоматической передачи дел в суд. Но почему политики не могли оказать давление на церковь? Представитель правительства ФРГ создал комиссию по расследованию случаев с сексуальным насилием. В нее вошли и представители церкви. Естественно, неразбериха в Кёльне привела к тому, что в, казалось бы, только восстановившемся доверии многие снова разочаровались. И это имеет последствия для других епископатов. Пострадавшие по желанию епископов должны принимать участие в расследованиях. Но Карл Хаука в этом участвовать больше не будет. Из Кёльнской комиссии он уже вышел. То, как относится к жертвам, а также умалчивание результатов первой экспертизы снова вернули страшные воспоминания и ощущение бессилия. Для меня тут же все повторилось. Один избранный человек творит с тобой то, чего ты совершенно не хочешь. Я это сразу почувствовал. Стоишь там, и тебя снова пробивает дрожь. Покрываешься испариной. И снова вспоминаешь те изнасилования. И ты ты смеешься о войну. Покрываешься испариной. И ты ты вспоминаешься на реманты. Продолжение следует...